Снова всем привет! В общем, мы вернулись обратно в Polaris Сектор. В перемешку снимаем вместе с City Skyline. В общем, поиграемся дальше сейчас. Так, и мы с вами закончили на том, что мы хотели в йоту лисички колонизироваться. И, по-моему, у нас тут пираты были. Что-то такое было. База у нас без истребителей. Истребители тоже, наверное, надо спаковать. Транспорт 400 грузов. Давайте вот здесь объединим. Так, объединить флоты. Другой флот разделить. Вопрос. О, разобрать выделенное. Отлично. Вот, есть такое. Разобрали. 10. И погрузить в контейнеры. О, отлично. 40 истребителей могу в транспорте вести. То есть, на самом деле, можно было их... Ну, ладно. Можем объединить флоты вот так. Погрузить контейнеры. О, отлично. Вот он перегрузил сюда. Здесь, получается, истребители и база. Тогда этот мы можем разделить. И этот погнать. Стоп, вот это кто у нас едет? А, это колониальный транспорт. Давайте мы колониальный транспорт притормозим немножко. А этот, да, пойдем. Так, что у нас с ресерчем? Два года. Антиматерия. Хорошо. Так, флот достиг звезды и мю лисички. И теперь эти достигли сюда, здесь. Итого. Как мне это все надо собрать? Выделенное. Собираем истребители, собираем эти. Отлично. Бум. База собрана. Истребители. И обнаружен пиратский флот Бета Кейнос. Ух ты, ё. А как они здесь оказались? Видите? Оно рандомом. Прошлый раз мы сюда планировали. Что, ну... А теперь оно оказалось вот здесь. И у меня вообще-то здесь ни транспорта, ни черта нету. Ой, транспорта, ни истребители, ничего. Здесь у меня... Ничего. Здесь истребители 20 штук. Здесь транспорт. Колониальный. Это колонизатор. Так. Ба-ра-ра-па-па. Тогда нам надо корабли строить. И мы здесь можем строить любой корабль. Что я вам скажу? Пять лет. Пять лет корвет. Корвет пять лет. Так. Боевой корвет один. Вот этот поинтереснее будет. Ну хорошо. Пускай их будет три. И здесь мы можем что-то построить. Здесь орбитальная верфь строится. Поэтому пока ничего не можем. Даже истребители. Вот здесь можем. Ага. Органический завод. Можем истребители. Давайте штук сорок. Сорок лет, да? Правильно я увидел? Пятьдесят четыре года. Да, сорок лет. Ничего себе. Так. Хорошо. А моя главная база? Моя главная база? Капец. Истребители X. Броня 32. Два месяца. То есть... Вот это шесть. Это ну понятно. Короче. Пятьдесят построить. Это будет восемь лет. Я надеюсь, что они пройдут мимо. Если нет, будем что-то думать. У меня боевого флота-то по сути и нету. Хо-хо-хо. Как это весело. Загрузить ангары. О! Вот сюда загрузили двадцать истребителей. То есть как раз база может себе хранить истребителей. Двадцать штук. Не больше. Тогда мы... Разделяем флоты. И получается база с истребителями здесь. Транспорт здесь. Отлично. Возвращаем его. А! Стоп. Сначала же должен... Антиматерия. Завершили мы исследование. Теперь появился спаренный двойной лазер. Если сделать целевым, сколько? Шесть лет. В принципе, очень хорошо. Пускай будет. Ага. Здесь тоже таки... Так, на свободе начались волнения из-за угрозы вторжения. Орбита оборонительной флоты. Построить больше наземных войск и защитных сооружений. Хорошо. Если мы сделаем механизированный десант. Семь месяцев. Вот тысячу человек. Мех десанта. Я надеюсь, что они пока никуда не двигаются. Это не запланировать колонизацию. Это сразу колонизировать. Так, микроменеджмент. И здесь сразу... Сразу, сразу, сразу завод. Да, потребление две. Так, одну. Добавить еще 0, одну. Да, будет завод. Производство 6,80. Так, здесь орбитальная верфь. Отлично. И модернизированный десант. По три месяца, шесть месяцев. После этого... Нет, модернизацию мы не будем делать. После этого мы строим... Боевой короветт. Боевой короветт. Два штуки. Боевой короветт. Один, два, три. Пятнадцать лет. Это будет очень долго. Тридцать лет. Да, к этому моменту надо было иметь флот. Пираты могут нас нагнуть. Но тут ушли. Я смотрю, пираты. А эти остались. И вот это мне очень не нравится. Так. Задание построено. Планета Свобода. Механизированный десант. Вражеский флот приближается к системе... Ага. Сколько у меня здесь? Девятнадцать истребителей. И один месяц. Их становится больше. То есть по два месяца. Да. Но чувствую, что здесь будет больно. Битва у звезды. А-ля Краб. Ой-ё. Пять короветтов. Шестьдесят девять истребителей. И эти же идти никуда не могут. Но это будет жестко. Так. Смотрите. Выделить всех. Вот они мои все. Начальная зона расстановки. Я могу их поставить вместе. Видите? Раз, два, три, четыре, пять. Давайте с этого края поставим. Вот они все. Действует самостоятельно. Агрессивно. Осторожно. Создать группу. Давайте это будет группа. Построение. Будет фаланга. Наверное. Давайте посмотрим. Молот. Клин. Понятно. Тройной молот. Почему бы нет? Давайте тройной молот сделаем. Еще их можно, наверное, вот так вот поставить. И сейчас атаковать сразу. И агрессивное поведение. И мы включаем. Play. Будем. Вот они наши истребители летят. Х-25. Х-25. Давайте. Да. 18. Тут еще эти истребители. И тут пошли истребители. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Мы проиграли. Сумасшедший дом. Импульсным оружием. О, блин. Стоп. Статистика была. А я... Ммм... Плохо там было. Была информация о том, как мы проиграли. Два истребителя. Броня. Построить корабль. А ну, мы сейчас... Немножко сделаем по-другому. Попробуем. Сделаем... Давайте. 6 боевых корветов. Хотя бы попробуем построить. Дальше. Здесь у нас без защиты. Но все. 69. Это я уже понял. Истребитель. 1 год. 1,39. 50 лет я их буду строить. Ой-ой-ой-ой. Давайте я их строить не буду. Я их строить не буду. Производство 14,8 тысяч с одного завода. О, как классно. Так. Органику мы производим. Один слот на органику был. Вот добыча построена. Науки никаких плюсов нет. Значит, в принципе... Океанические платформы завода... Флаучая платформа. Ну, хотя бы... 2,3... Построить. Пускай строят. Аля Камбра. Так. Смотрим дальше. Здесь у нас транспорт-исследователь и корветы строим. Здесь понятно ничего, но зато есть вот такая штука. Ладно. Начались волнения в Лукреции. Угроза вторжения. Строй, строй, строй корветы. Строй. Построен военный корабль. Стоять. Испаренный лазер. Так. Все в корветы построились. Один. И потом... Ага, 4 года еще просто надо. Так. Испаренный лазер. Эй. Спаренный лазер. Мы исследовали. Маскировочный модуль. Не так интересен. Субатомные частицы. 24. Субатомные 20. А почему, если... Или вот это еще надо? Один год, да? А что мы можем еще? Фрегат, автоматизация и математики еще 3000 надо. Ничего себе. Перехватчик. Вот это интереснее. Угу. Реакторы. Ракеты. О, скукоружие можно открыть. Гляньте. Класс. Средние пилоны. Ракеты. Ммм. Это хорошо. Ну, давайте тогда маскировочный модуль. Фиг с ним. Один год всего. Это очень мало. Так. А флот начал убегать. Пираты движутся по системе. Оп. Стоять. А что это по правой кнопке мыши? Он запустился. Так. Боевой корвет. Знаете что? А что если мы Швейцарию фиганем сюда? Ладно. Пусть строят корветы. Тун. Два года. Маскировочный модуль закончился. Так. Что это? Сверхпроводники. Ну, давайте сверхпроводники. Давайте все вот эти вот прикладные исследования откроем. И посмотрим, что из этого может получиться. Стоп. Плюсичка. Построен завод. Так. Есть завод. Есть 1350 людей. Так. Один слот. Один. Один. Девять слотов. Два слота. Еда. Еда. Ферма. Научный центр. Если ферму построим, ох, сразу как, блин. Девять. 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 Это ресурсы. Шорт. Шора быть. Стройзавод. Стройте заводы. Стройте построен военный корабль. Я так понимаю, здесь тоже построен. И это будет боевой корвет. И где они там летят. Вот сюда. Они могут сюда пойти. Вот сюда. Куда угодно. Я просто хочу объединить флот в один ударный кулак. Здесь два. Здесь один. И на сколько вам хватит? Две тысячи. Давайте этот в отдельный флот. Вы две тысячи. Не долетите. Не долетите. Не долетите. Да. Вам придется строить транспорт с топливом. Но этот не может вас обеспечивать топливом. Тогда. Тогда. Где у меня танкер? Вот у меня танкер. И вот танкер. Шестнадцать лет. Сумасшедший дом. Да не танкер. Менеджмент флота. Но мне нравится вот такой подход именно. Плавучая платформа построена на Андромеде-1. Это вот здесь. Возможности для исследования. Один. Пять тысяч человек. Морскую ферму не хочу. Морскую платформу. 272. То есть это вот 50. Это получается вот оно что даст? Что дает плавучая платформа? Стоять. Искусственная поверхность, на которой можно строить здания различного типа на планетах-океанах. Спроектирована таким образом, чтобы выдерживать супер-штормы, цунами и другие погодные явления без какого-либо риска для жизни колонистов. Позволяет увеличить население на тысячу человек. Ага. То есть 275 тысяч человек может быть. Ну давай, я знаю. Стоп. А строй-ка ты? И шока. Истребителей 60 лет. Хотя бы база есть, так хоть летать будут. Хоть какая-то колония останется жива. Если не дай бог что случится. Даже там серьезно. Здесь два несчастных истребителя. Как их починить? Такое впечатление, что их просто разнесли и вообще... Ааа. Это пиратский флот. Пираты оставили два истребителя, немножко побитые. Охранять нас. О, как хитро. Смотрите. А тут через три года боевой корвет оживет. Потребление 100, производство 256. Ок. Так. Ну и куда же вы пираты? Ага. Вот они. Вот они. Я вижу, куда они поперлись. Так. Топливо 30 тысяч. Это транспорт. При этом он же не обладает, по-моему. Да. А хотя бы можно было бы... Систему ему запихнуть. А как его заапгрейдить, кстати? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы сейчас сделаем исследовательный. Копировать нет. Подождите. Как-то был тут апгрейд. Вот через здесь. Можно исследователь. А-а-а. То есть я должен все-таки сначала создать, например, исследователей Mark 2. Взять его под белые рученьки и поставить ему систему перекачки топлива. И 20 тысяч он требует электричества. Сумасшедший дом какой-то. Зачем тебе столько электричества, перекачка ты моя? О, есть. Ну, уже хорошо. 30 тысяч галактических единиц. Вот. И тогда... Давайте мы его отправим вот сюда сейчас. Этот... Корвет куда-нибудь... О, корвет на 5 тысяч летает. Отлично. Хотя бы этот полетит куда надо. Транспорт надо сваливать. А я тут уже свалить не могу. Я за... Я зацепился. Так, интересно, если они на проходах будут, они столкнутся с друг другом или нет? Так, это колониальный транспорт, это исследователь. И вот на этой планете я могу исследователь загнать в исследователь Mark 2. И нужно будет всего 2 года. О, слушайте, так это классно. Ву, я... Блин, я просек фишку. Смотрите. Значит, выгоднее строить не новые типы кораблей с нуля, а апгрейдить старые до новых, вплоть до того, что вы их там перестроите. В зависимости от того, насколько, скажем так, heavily rebuilt is needed, то есть, насколько сильно вам надо перестроить, то такое будет время. Поэтому выгоднее, гораздо, гораздо выгоднее. Вместо того, чтобы построить, например, танкер за 17 лет. Да, мы построим за 6 лет исследователь Mark 2, просто преобразуем его. И это будет выгоднее. Да, он не будет боевым, как мой там танкер с защитой, но он будет, как минимум, адекватней. Так, плавучая платформа, построена Андромеда. Все построено. А теперь истребители, да? Ну, вперед. Так. Йота-лисички, построен завод. А шо ж ты молчишь? Еще один строй. 1800 населения тебе надо. Строй, говорю. Потребление 4500, производство 5600. Ладно, следующим, после заводов, надо будет строить. А шо у нас с исследованиями? Ага, еще два года. Отлично. Так, а шо с флотом у нас? Флотом пошли первые истребители. Здесь двадцатка, колониальный. Здесь, там, боевой корвет 2000, этот 5000. То есть, угу. Объединить флот вот этот. То есть, мы ограничены 5000, да? Ну, хорошо. Точнее, двумя тысячами, прошу прощения. Так, а что у нас здесь? Когда у нас построится боевой корвет, наконец-то? Построен военный корабль, система Андромеды. Ага, это истребители. Сверхпроводники. Ура! Поиск материалов, переходящих в сверхпроводящее состояние, при нормальной высокой температуре. Создание на их основе кван-толевитационных установок и новых способов передачи электроэнергии без потерь. И теперь, смотрите. Самая короткая у нас получилась. Трипучковая ионная пушка. Всего ничего надо догнать. Технические данные. Дальность 1000, мощность 3 на 2. В принципе, очень даже неплохо. Сделать целевым и 6 лет. Мионный реактор. Вот я бы сказал, что это, наверное, получше будет. Вырабатывает мощность 300 для электроэнергии, а для корвета 6200. 6200. Кстати, а сколько вырабатывает наш вот тот вот? Вот этот наш ядерный реактор для корвета. Ага, 3000 всего-то. Да, в два раза меньше. Нет, нам сейчас энергия как раз вот очень важна. Сделать целевым... Ох, ни черта себе. 315 лет. До ионного реактора. Вы что, с ума сошли? Как же вас исследовать тогда? Когда у вас такие запросы? 5 тысяч субатомных частиц. Исследование. На Мазер. Там вообще по 4, по 1900. Хм... Ну тогда... Тогда остается только 3-пучковая пушка. А, смотрите, почему? Потому что теория поля 1 единица и термоядерный синтез 203. Тут еще, короче, исследовать и исследовать. Ладно. Ладно. Так, контролируем. Процесс. Лукреция. Слишком много незанятого населения. Ого, 40 тысяч. Ну, конечно, если... Столько всего. Так, где наша Лукреция? Потому что мы фигачим исследователей. Один месяц остался. И орбитальная верфь только одна. А как тогда увеличить? Только заводами получается. Орбитальная верфь производит 4,91 и один этот. Или там будут потом просто улучшения для нее. Тогда наука. Наука. Наука, наука. Нет, мы можем, конечно, пару заводов еще фигануть. Два завода. Ферму потом. Ну и после. Давайте сделаем вот. Научный центр. Сколько могу? 10. Каждый производит по 1,26. Строить. По-любому. 28 лет всего ничего. Если я добавлю еще 2 завода, то будет еще быстрее. Так. И это у нас мио Андромеды. Ну, вот Андромеды становятся у нас главным. Боевой корвет. Один год. Требуемые ресурсы. Видите? 140 орбитальных. И 2 160 обычных. Все. Теперь я и это тоже понял. Система Андромеды. Флот построен. Так. Все. Флот построен. И текущий завод. Так. Может заправлять другие корабли. И вот теперь его можем объединить с вот этим флотом. Итого имеем 1, 2, 3, 4 корвета. Почему вот здесь ничего не строится? Ага. 4 месяца осталось. Тогда мы плывем. Груз 400. Потому что на самом деле мы можем забрать и вот эту. 20 истребителей. Это разобрать и погрузить в контейнере. То есть 40 штук я могу с собой иметь. Приходить в систему, разворачивать их. И полетели сюда. О, отлично. Здесь как раз появился еще один корвет. На колонии начались волнения и на Лукреции. Лукреция где? Ну, конечно, я все забрал отсюда. И тут же начались волнения. Поэтому надо не уничтожать флот. Просто да и все. Вражеский флот приближается к системе Аванпост. Я надеюсь, я успею. Нет, не успею. Жаль. Хорошо. А если мы отменим? Может не хватить топлива. Вернуться к своим звездам. Да, ладно. А, так заправим корабли. Да. И этот сразу сюда. Бью. Ага. Вот зараза. Опа. Опа. Так. ПС-10 минерал, you mind. Хотят 10% от наших минеральных ресурсов. Отклоним. Опа, он погнался за этим. Трепучковая ионная пушка завершилась. Так, ну теперь смотрите. Тяжелый лазер стал более интересным. Станция дальнего обнаружения 140 лет. А если сделать целевым 14? Нет, а если все сбросить? Тяжелая ионная пушка что дает? Мощность 5, дальность 1200. Это истребитель. А на корвете она будет аж 15 на дальность 200. В принципе неплохая. Что вот это дает? Высокочувствительные радарные поля позволяют регистрировать интерференцию, возникающую при использовании варп-технологии, эффективную в наружении вражеских кораблей-шпионов. Стоп, а там что было? Ремонтный модуль. Иридиумная броня. Тяжелый лазер, но он близенько работает. А что если перехватчик? Сколько? 31 год. Ну, достаточно долго, конечно. Ракетные ловушки. 43 года. Так, и сколько она стреляет? 1.33. Тяжелый лазер. Стреляет 0.8. На дальность 525. Мощность 2. А на корвете? 4 на 950. На боевом спутнике 6 на 1200. На транспорте, как и на корвете. Нет, наверное, все-таки это будет тяжелый ионный лазер. Тяжелая ионная пушка. Так, вот тут сейчас самое стрёмное будет. Так, 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 спокойно. Базов звезды Кей. Ох, нифигасе, сколько их там? 1, 2, 3, 4. А, нет, все правильно. Это же вот те, которые были. Единственное, что я не успею развернуть. 63 истребителя. 5 корветов. Ой, отгребу я сейчас. Через кого бы убежать? А, через какую сторону? И отступать сразу. И отступать, и сдаваться. Успеем мы не... Да, успеем убежать. Мы достаточно быстры, слава богу. Но... Я чувствую, что я весь флот могу сейчас... Убить... Убить... Свой... Ушел. Молодец. Я этих не могу установить. Так, ну, хорошо. На этом пока остановимся. И вот в следующей серии раскроется главная интрига. Все, всем пока. С вами был GameDragon. И это был Polaris Sector. Не забывайте ставить пальцы вверх. Ну, то бишь, лайкать. Ну, то бишь, лайкать.